Сегодня осмотрим столицу острова город Лас Пальмас де Гранд Канария. Одну из двух столиц автономного сообщества Канарские острова. Выезжаем на девяносто первом автобусе который довольно долго петляет по бухтам собирая публику из курортных щелей и далее по скоростному шоссе в Лас Пальмас. Северная более наветренная часть острова поэтому здесь расположилась многочисленные комплексы ветряных электростанций. Пути остановка в аэропорт в 20 километрах от города. Кстати прямых рейсов из России на Гранд Канарию нет в отличие например от Хельсинки откуда ежедневно вылетают минимум два рейса на Канары. Неожиданно оказалось что погода сильно отличается от южной части острова. Выезжали светило солнце с температурой порядка 23 градусов, а Лас Пальмас встретил хмурым небом и 15 градусами. Потом правда погода значительно улучшилась. Население города составляет 379 тысяч жителей. Это крупнейший город на Канарских островах. Город был основан 24 июня 1478 года Хуаном Рехоном и войсками Кастилии после победы над Гуанчами, коренным населением Канарских островов. В 1492 году Христофор Колумб сделал остановку Лас Пальмасе перед своим первым плаванием в Америку. На обратном пути в Испанию он тоже останавливался в городе. Сегодня здесь расположен музей Колумба в квартале Вегетто. Дом Колумба. Касса де Колон. С 1952 года в нем открыт музей, где экспонируются как подлинные предметы, так и реконструкции, относящиеся к знаменитым путешествиям мореплавателей. Музей разделен на пять отделов. Колумбова эпоха Америки, Колумба и его походы, Канарские острова и открытия Америки, истории и развития города Лас Пальмас де Гранд Канария. В конце 16 века на остров было совершено несколько нападений со стороны английских корсаров, однако Лас Пальмас не был взят. 28 июня 1599 года случилось решающее сражение между голландскими и испанскими войсками, после которого голландцы были вынуждены раз и навсегда забыть о претензиях на Канарские острова. В честь этой победы был построен собор Канарских островов, Катедрал де Канарис, посвященный Святой Анне, покровительнице острова. В конце 19 века сэр Альфред Леви Джонс основал здесь угольную кампанию, что положило начало процветанию города. В порту стали останавливаться корабли, следующие трансатлантическим маршрутом. А в 1927 году Лас Пальма стал столичной восточной провинцией Канарских островов, включающей Кран-Канарию, Ферта-Вентура и Лансероль. Катедрал де Санта-Анна – великолепное сооружение 14 века, возвышающее над двухэтажными зданиями. Перед собором – статуи собак, символов Канарских островов. Собор, статуи собак, пышные пальмы по краям площади, старинные особняки. В общем, великолепная колониальная атмосфера. Катедрал де Санта-Анна – великолепное сооружение 14 века. В общем, великолепное сооружение 44 века. Продолжение следует...